Студент-историк Александр Горшков с помощью специального инструмента определяет уровень глубины поперечного разреза оборонительного вала. Говорит, за время раскопок на Замковой горе узнал и увидел много интересного. Например, этот песчаный насыпь, покрытый углем. Как полагают ученые, это оборонительный вал еще времен древнерусского городища XII-XIII веков. В этом разрезе мы видим конфигурацию вала, как она изменилась, подсыпалась в разные часы. А в этих пластах были находки середины XII-XIII веков, то мы можем датовать широких пластов не ранее в этом часе. Докладно сказать, датровку этого вала очень тяжело. И если археологи, разглядывая раскоп изнутри, пытаются разгадать, что таят в себе узорчатые пейзажи культурного слоя, то строители решают другую задачу. Буквально через три дня на территории Старого замка начнется новый этап работы – испытание свай. Нагрузка, которую предстоит выдержать каждому из десяти забиваемых в грунт столбов – 160 тонн. Подготовительная работа к эксперименту уже началась. Нужно определить несущую способность свай, посмотреть, как будет работать непосредственно конструкция строительная и уже сделать определенные выводы, добавлять или оставлять непосредственно количество свай. После того, как испытание свай будет закончено, начнется процесс бурения, в ходе которого на глубине от двух до шести метров будут заложены гильзы под все необходимые коммуникации. Отопление, водопровод, канализация, электричество – все то, что наполнит Старый замок комфортом и уютом. Работа идет, техника, сами слышите, звучит. Также продолжаются работы по усилению стен в пристройке к браме, там, где кирпич полностью утратил свои несущие способности. Что-то меняется, что-то усиливается. На территории Старого замка со всех сторон сетчатые ограждения, рабочая, специальная техника и строительная пыль. Но реконструкция уникального памятника архитектуры никак не отразилась на работе музея. Экспозиция, расположенная на территории Старого замка, по-прежнему ждет посетителей все дни, кроме понедельника, с десяти утра до шести часов вечера. Алла Внучко, Гаджан Батырджанов, Новости, Гродно+.